ДК, самолет, а это вот тоже что-то, а это стакан на Олимпийском. Людмила Симонова преподает в школе «Архимед». Она знакомит нас с серией «Мы – мытище», выполненной ее учениками. Была тема «Город» вообще просто, «Город». Ну, конечно, мы выбрали мытище. А поскольку вот и юбилей, то вспомнили все наши знаковые места. Эти рисунки можно рассматривать бесконечно. Величественные памятники, архитектурные объекты, типовые многоэтажки и малые формы. На каждом листе формируют единый ансамбль. С этой точки зрения особенным кажется калаш Ирины Аниконовой. В ней совместила век прошлый и нынешний. Герои картины Василия Григорьевича Перова возникают на фоне нынешнего города, соединяя прошлое и настоящее. Проект «Мэм и тище» выполнено в рамках учебного процесса. Творческой части предшествовал исторический экскурс. Тема затронула самые тонкие, душевные струны начинающих художников и архитекторов. Самоотдача во время работы над коллажами была колоссальной. Вот этой уже законченной работе предшествовало множество эскизов. То есть, это не сразу вот так вот появилось. Это вот три-четыре эскиза. Мы, наверное, месяцы делали, работали над этим. В историко-художественном музее представлено 19 рисунков. Многим авторам серии «Мэм и тище» еще не доводилось участвовать в выставках такого уровня. Я очень долго думал, что изобретительные эскизи, ведь это городе огромное количество потрясающих памятников. И у карты своя уникальная история. Честно говоря, не думаю, что моя работа попадет на выставку. Ведь я просто выполнял отзывание по школьной программе «Архимед». Увидеть рисунки учащихся школы «Архимед» можно будет с 5 февраля. Давно мне хотелось, чтобы появился проект на стыке знаний истории, видения современного состояния города и художественной. И вот этого проекта мне лично очень не хватало. Серия «Мэм и тище» оказалась настолько качественной и созвучной времени, что учебное заведение выпустило настенные календари с репродукциями вошедших в нее рисунков. Надежда Звягинцева, Андрей Капустин, Первый «Мэтищенский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова